Доброе утро, дорогие друзья! Девушка, которая приобрела автомобиль в одном из автосалонов, пришла ставить на учет и обнаружила, что машина в аресте. Получается, что даже приобретение в автосалонах не является гарантией чистоты машины? На самом деле проблема приобретения транспортных средств всегда стояла перед гражданами, потому что нередко бывают случаи, когда люди покупают машины, находящиеся в аресте, либо непосредственно когда на них наложены какие-либо ограничения для регистрационных действий. Здесь по этому письму, если рассматривать, то ситуация аналогична и в принципе от нее можно защититься. Есть ряд рекомендаций по этому вопросу и я предлагаю их обсудить. Прежде всего при приобретении автомобиля нужно работать и разговаривать только с собственником транспортного средства, если мы приобретаем машину у физического лица. То есть просто проверьте у человека паспорт, что человек указанный в документах на автомобиль и человек, который перед вами, он является таковым. После того, как вы убедились, что он является собственником, дальше вы можете уже рассматривать вопрос о качестве автомобиля, но об этом мы не будем останавливаться. То есть о его характеристиках. Очень много технических подробностей. Да, технических подробностей. Но прежде всего вы можете себя обезопасить с той точки зрения, когда существуют какие-то либо запреты. Прежде всего есть сайт госавтоинспекции. Мы сейчас реализовали ресурс на сайте гибдд.ру, где можно зайти во вкладку проверка автомобиля и забив финкод увидеть все ограничения, которые находятся на транспортном средстве. Если они есть. Если они есть, да. Начиная от розыска и заканчивая уже какими-то либо ограничениями по снятию с учета. То есть если их нет, то автомобиль просто не высветится? Да, автомобиль просто не покажется, либо будет пустой ответ. То есть человек это поймет при проверке по сайту. Что еще можно сделать? Один из хороших способов проверки является проверки данного человека по сайту службы судебных приставов. Если мы понимаем, что на нем, скажем так, есть определенное количество долгов либо арестов, то судебные приставы с большой вероятностью, почти 100%, наложили арест на транспортное средство. Но и этот арест вам будет сразу же показан на сайте гибдд. Поэтому это одна из мер для страховочного варианта. Дальше один из моментов, который необходимо обратить внимание, прежде всего на сам автомобиль. То есть посмотреть его, какие на нем номерные узлы агрегаты. Не надо лезть куда-то глубоко в двигатель, так как многие не обладают специальными познаниями. Просто посмотреть ВИН-код. В каком он состоянии, чистый он, ровный, нет ли каких-то следов, допустим, изменений этого кода. И после этого, уже убедившись в безопасности, можно заключать договорку при продаже. То есть насторожить должно какие-то изменения в ВИН-коде? Какие-то есть еще моменты, которые должны тревожную кнопочку включить? Прежде всего, при поиске автомобиля обращайте внимание все-таки на цену. Существуют рыночные показатели цен автомобилей, так называемые средние цены. И исходя из них нужно отталкиваться. Здесь надо понимать, что купив автомобиль за слишком низкую цену, можно потом получить ряд вопросов, которыми необходимо будет заниматься. И, в принципе, как таковым автомобилем вряд ли возможно будет воспользоваться в целом. Приехать прямо в ГИБДД и попросить проверить машину можно? Действительно, мы такую функцию и услугу оказываем. Мы не откажем ни одному из граждан, если человек приедет с собственником автомобиля и, обратившись в отделение розыска, попросит сотрудников проверить транспортное средство по базе. Конечно же, мы это сделаем и подтвердим, возможно ли проведение операции с данным автомобилем, либо невозможно. То есть здесь ничего страшного нет, мы в любом случае человеку не откажем в данном моменте. Ну и я полагаю, что документы должны быть в порядке автомобильные, то есть ПТС и прочее. Конечно же, необходимо все-таки, в принципе, с этого было и начинать, непосредственно посмотреть свидетельство регистрации на транспортное средство, паспорт транспортного средства. Во-первых, начинать с визуального осмотра и сравнения данных, указанных в этих документах, с данными человека, который вам предъявляет свой документ, либо паспорт, либо еще какой-то документ. Я бы рекомендовал все-таки именно требовать паспорт, попросить и убедиться в личности гражданина, прежде всего. Если человек сопротивляется, должно навести на мысли. Да, и здесь главным сигналом и фактором должен быть тот момент, что если у вас возникают сомнения, если они интуитивны, если вы что-то видите в документах не так, то прежде всего просто откажитесь от покупки такого автомобиля. Ну и подводя итог, внимательность, внимательность, еще раз внимательность, сайты ГИБДД и судебных приставов нам в помощь и проверка ВИН-кода и документов. Да, действительно, будьте внимательны, пользуйтесь теми ресурсами, которые созданы непосредственно для граждан, для вас. И прежде всего, покупая автомобиль и управляемым, будьте внимательными за рулем. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти и поделиться этой важной информацией. Будьте рядом, впереди немало интересного.